Вспомните фразу из одной замечательной книги «Не может хорошее дерево приносить дурные плоды, Неплохое дерево приносить добрые плоды». От кого же вы ждете хороших, добрых поправок к Конституции? Вынужден прочитать. «И посмотрю на успех надменного сердца царя И на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит, царь говорит, «И силой руки моей и моей мудростью я сделал это, Потому что я умен, И переставляю пределы народов, И расхищаю сокровища их, И низвергаю с престолов, как исполин, И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, И как забирают оставленных яйца, Так забираю я всю землю русскую. И никто не пошевелил крылом, И не открыл та рта, И не пискнул, защищая свою землю, И защищая...» Вы знаете, откуда это? Это не Путин, не Путин, не последний уступление. Это Исаия! Из Библии. «Когда переплывал он через озеро, То подошел к нему юноша и сказал, Господи, Позволь мне похоронить отца моего, И последую за тобой». И сказал ему Христос, «Иди за мной, И предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». И рядом соседний стих. Я только не помню порядок, Пусть меня поправят знатоки и писания, Что когда он переплывал, Подошел к нему другой юноша И сказал ему, Господи, куда ты не пойдешь, Последую за тобой». И ответил ему Христос, «Птицы имеют гнезда, Лисы имеют норы, Сыну же человеческому нет места на земле, Где преклонить ему голову свою». Поэтому вдохновляет меня в жизни Христос И его образ, Его евангельский образ. И именно поэтому я пришел к левой идее, К идее справедливости, Потому что она является политическим воплощением Многих истин, Которые я видел и вижу в Евангелии.